Всем привет! С вами диджей Вики Скай и Time to Babs Show на Play TV. И сегодня у нас в гостях две очаровательные, привлекательные, дерзкие, стильные и сексуальные диджей-дуо Hard Candice. Ну что же, девчонки, привет! Давайте знакомиться, представьтесь, пожалуйста. Всем добрый вечер! Я Лена. Привет-привет! Я Наташа. Мы Hard Candice, еще раз повторяю. Очень приятно. Девчонки, расскажите, пожалуйста, как давно вы играете? Как проект мы играем уже немножко больше года, вот как раз весной, месяц назад у нас был маленький юбилей, первый творческий юбилей, год. Отмечали? Не удалось. Слишком заработать. Да, работа-работа. Когда уже будет пять, тогда мы отметим. Ох, низкие вызовы. Обязательно приглашайте меня. Я люблю отмечать. Расскажите, пожалуйста, как возникла идея вообще создать такой проект? Смотри, в принципе, у нас привыкли, что девочки... Ну, то есть, первая наша, наверное, цель – это бороться со стереотипами, потому что все привыкли, что девочки-диджей, особенно диджейские проекты, вот эти у него особенно, это либо больше го-гоу, либо топ-лис, либо экс-топлис. То есть, мы не были никогда топ-лис, мы не были никогда танцовщицами, как бы, мои 10 лет музыкальной школы, да, почему-то все забывают. Я постоянно об этом говорю. Ребята, в первую очередь, мы музыканты, мы артисты, мы решили сделать что-то новое, чтобы побороть какие-то стереотипы. То есть, каждая девочка говорит, что она либо the sexiest, либо the hottest, либо самая-самая горячая и т.д. и т.п. Мы же утверждаем, что мы самые стильные, да, с нато пошло. То есть, сексуальность должна быть меру, она должна быть, и должна быть немного, она должна быть более прикрыта, не оголенная. В принципе, конечно, все ждут сегодня от нас груди, много грудей, но там мальчики радуются, надеются. Ну, мы посмотрим, пока нет эфира, но все может быть, правда? Да, согласна. Будем держать интригу. То есть, расскажите, в чем изюминка вашего проекта, особенность? Изюминка, на самом деле, это совместить хорошую музыку, то есть, любимый вопрос арт-директоров. А вы шоу какое-то делаете, а вы грудь показываете, ребята, стоп, а уже достаточно хорошо играть, хорошо выглядеть, вести себя как артист, говорить микрофонно, общаться с публикой, этого уже недостаточно стало? То есть, можно делать всего по чуть-чуть, но плохо, или делать что-то одно, но хорошо. То есть, в принципе, в этом вся изюминка. Изюминка в том, чтобы быть такими относительно трушными диджеями, и хорошо выглядеть, и нести моду. То есть, нести стиль в люди, а не просто неприкрытый голый секс. А почему вы выбрали именно такое название, Hard Candice? О, это вообще интересная история. Ну, я думаю, что каждый проект сталкивался с проблемой, как же себя назвать, чтобы это было запоминающееся, и, наверное, не очень тяжело запомнить, потому что Hard Candice, я думаю, запомнят все. Мы очень долго думали над нашим названием, нашего коллектива, нашего дуэта. И в один прекрасный момент, я помню даже этот день, когда мы лежали на берегу моря, мы тогда отдыхали с Леной, и почему-то в голову пришел фильм, не знаю, может кто-то смотрел или не смотрел, был такой фильм Hard Candy. Ну, мы не будем обсуждать его, что за фильм, очень интересный фильм, кто хочет, посмотрит. И вот что-то в голову взбрело, я говорю, а вот что ты думаешь насчет Hard Candice? Она говорит, да, знаешь, мы зажглись этим. Поэтому, в принципе, название Hard Candice, наше имя... Отображает нашу сыр. Да, нашу сыр. Это вроде бы Кэндис, но и очень даже Hard. Поэтому, я думаю, что это очень удачное имя для нас. Плюс немаловажный аспект был для меня, что название, легко запоминающееся, как на постсоветском пространстве, в принципе, все до пятого класса школы знают, что такое конфеты, что такое хард, да, также легко звучит и, в принципе, стильно достаточно на весь западный регион. Правда, вот в Индии у нас был случай, и нас один клуб не так хотел зазукировать, потому что ему почему-то показалось, что Hard Candice, это как-то связано с наркотиками. Да, и казусы у нас, конечно, есть. Ну, мы Hard Candice против наркотиков, но почему-то это известно. Странно, почему им так показалось. В ситуации, в принципе, Hard Candice очень легко запомнить, но бывали случаи, когда нас называли и Hard Kiss, и... Самое главное, это Dance Candice. Да, Dance Candice, буквально вот недавно мы были Dance Candice, но мы Hard Candice. Ну, почему-то мое первое впечатление, когда я услышала название вашего проекта, что вы играете какую-то тяжелую музыку, это было мое впечатление, но теперь я поняла, что это не так. Кстати, какую музыку вы играете, что вы любите больше всего? В основном это Progressive, Electro House и Big Room House. EDM, так сказать. Да, по сути, весь EDM, это то, что, конечно, хотим играть больше всего для людей. Хорошо. А что вы слушаете в повседневности? Вот так, для души, так скажем. Ой, интересно. Ну, как сказать, все понимаем, что когда мы после клуба приходим домой, да, нам хочется тоже расслабиться, что-то послушать, но не всегда это то же самое, что мы играем, да? Согласна. Вот, я не знаю как, но у меня иногда даже бывает настроение, наверное, не скажешь по мне, но я люблю очень русский рэп слушать. Вот именно, знаете, не знаю почему, но он меня чем-то расслабляет иногда, именно после таких трудовых будней. Поэтому, ну, вот так ты. Какая-то, вот, а я, я называется, у меня эстетические вкусы просыпаются, я свяжу на Джонни Ньюмане, джаз, фанк, соул. То, что меня действительно успокаивает, то, что мне нравится, и то, что как бы ты не будешь играть для людей в клубе, что логично, я понимаю, почему. Ну, плюс я считаю, что разноплановая музыка, она как-то развивает вкус более разносторонний, а не узкодаправленный. Расскажите, есть ли у вас свое радио-шоу? В прошлом летом мы стали резидентами джейфом с радио-шоу летс гоу. Сейчас, к сожалению, его уже нету, так как руководство джейфом закрыло все радио-шоу абсолютно. Но вот был такой опыт, мы, в принципе, довольны и счастливы. Соответственно, там, да, вот тоже мы говорили то, что как бы больше нравится идея. Мы, учитывая формат радиостанции, учитывая вкусы наших людей в радио-шоу, мы в основном играли более коммерческие сеты, вешапы, попса, топ-хоти, USA и тому подобное. А какие вечеринки с вашим участием вам максимально запомнились, вот вызвали самые яркие впечатления? Вот недавно мы вернулись с Индией, и когда мы говорим о самой крэйзи-вечеринке, то, что реально запоминает все. То сразу вспоминается город Чинай, есть сеть Куба в Даблинг, и вот у нас там было такое очень крутое пати, знаете, его можно описать только одним словом, а то что-то, не знаю... Эйфория. Эйфория, да. Из культурных слов? Да, только эйфория. Это просто неимоверно. Ну и, конечно же, здесь стоят наши друзья, свой клуб. Конечно, Лэйк это божественное место, нас обожают. Ну все-таки, это просто прекрасно. А Чинай, это эйфория была. Это эйфория еще, да. Хорошо. Вот вы были в Индии. Расскажите, какая разница, по вашему мнению, между сценами Индии и на Украине, допустим? Мы уже отвечали на этот вопрос, когда давали местные прессы интервью. Самое главное, то есть Индия, рынок очень специфический. На самом деле он стал развиваться, в принципе, лет пять назад. Люди, в принципе, приходишь в любой клуб, люди голодные. У них клубы закрываются там час ночи, в два максимума. Они не тусили, у них не было вечеринок до этого толковых. Поэтому они более открыты к чему-то к новому. То есть диджей, в принципе, у них изначально то, чем диджей должен быть. Ты как несешь, да ты навязываешь больше свои вкусы толпе, а не они. Но единственное, там свои аспекты с Болливудом, которые они очень любят, которые иногда просят и заказывают. Поэтому мы уже и Болливуд выбираем. Хорошо. Вот лично я очень часто сталкивалась с критикой в свой адрес. Существует такой стереотип. Если ты сексуальная, красивая, привлекательная девушка, то ты не можешь играть в качественную музыку и вообще очень относительно работаешь с техникой. Сталкивались ли вы с подобного рода критикой? О, да. Это сплошь и рядом. Но к этому можем относиться, не знаю, только с философией. Потому что, во-первых, мужчины и так ненавидят женщин. Да. Но не все. Нескотые люди. Да, он нас любит. Которые занимают мужские. Женщина за рулем это кошмарно. Женщина за пультом это кошмарно. Тем более, если это успешные женщины, это нереализованные люди. Ну, все говорят, мы сговорят. А вообще, на самом деле, плохо говорят только те, кто сами не реализовывают. То есть, в принципе, люди успешные. Они никогда, на самом деле, не скажут о тебе плохо. Они могут подойти, что-то тебе посоветовали, да, либо какую-то критику, там, вы начинающий, вот все не то, все неплохо, сделайте там лучше то-то, то-то так, вы будете еще лучше. Это воспринимается, это хорошо, это плюс. Обычно, когда вот мне есть люди, которые напоминают маленьких собачек, которые начинают гавкать очень громко, толку никакого шума много. Ну, это воспринимать серьезно, только философия. То же самое, скажем, у человека, который занят своим длинным делом или вообще каким-либо делом, он не будет сидеть и рассказывать, что-то так вот. Ну, то есть, как-то. А красивая женщина у нас, она не должна получать образование, ты же все равно получила, купила, или там за красивое глаза, да. Ну, ты же, думаю, Вика, это знакомо. Мы-то всем знакомо. Ну, да, эти стереотипы все равно актуальны на данный момент, но я считаю, что самое главное, когда говорят, черный пиар еще тоже никто не отменял. Поэтому, если о тебе говорят, значит, ты кому-то все же интересен, сто процентов. Хорошо, у меня еще такой вопросик. Как вы считаете, вот внешний вид и сексуальность в диджейинге вот на данный момент, насколько это важно, на ваше мнение? Зачем, потому что диджей – это артист. А особенно девушка, кому интересно видеть, вот Fatboy Slim, мой любимый, может себе позволить в шлепанцах, в гавайях и в шорках таких раскрябанных стоять, и вот так пританцовывать играть. Если девочка станет в гавайях и в шлепанцах, вот, и в шортах таких вот каких-то непонятных, я не думаю, что кому-то будет приятно стоять. Даже вообще вот круто будет играть, всех делать, и треки у них классные. Если так посмотрим. Мальчики будут фу-фу-фу, девочки просто промолчат. Давайте будем сочетать красоту, сексуальность и хорошую музыку. Артист должен быть артистом. Согласна. Я думаю, что сочетание внешности и внутреннего наполнения и удачной работы с техникой – это вообще такой мощный заряд именно. Ну, и тогда такой у меня еще вопросик, я задаю его абсолютно всем. Как вы считаете, как добиться успеха сейчас современному диджею, чтобы стать успешным, что нужно делать? Мы ждали этого вопроса, этот вопрос очень часто задают. На самом деле, наверное, задают все. Да, и я думаю, что если я сейчас скажу, то есть первый стандартный ответ, я думаю, в этой студии или абсолютно везде – это упорство, это труд. Классика. Да, работать надо, надо пахать, надо любить свое дело. Это, конечно, да. Но давайте будем честны, как бы это все, что? Нужны деньги. Да, нужны деньги. Вот. Вот, а те, кто, соответственно, деньги получают, мы не будем брать единичный случай, в целом, деньги получают те, кто работает. Да, кто работает. Потому что без денег ты не смастеришь трек, ты не купишь платья, ты не… Да, мы можем летать, например, имея деньги, которые заработаны трудом, упорством, мы можем, допустим, летать на разные фестивали и набираться туда опыта, смотреть, как это делают мировые диджеи, знакомства. Олимпортно выучить английский, да, те, кто не знает, что нужно. Нужно вложить деньги, чтобы нанять хорошего репетитора. Поэтому в нашем современном мире самое важное – что деньги. Да. Ну, так вот. Ну, а также я, наверное, дополню, если позволите. Для девушки, я думаю, что это еще внешние данные. Конечно, если есть деньги, то их как-то можно подкорректировать, но желательно, чтобы они были по умолчанию. Ну, хорошо, что вы отыграете сегодня в студии? Сегодня мы приготовили, в принципе, то, что нравится, то, о чем говорили, и идея. Больше по бегручку. По жести. Ну что же. В меру. В меру, да. Зажжем эту студию в хорошем смысле этого слова. С вами диджей Ду, Харт Кэндис. Не переключайтесь, потому что после сета девчонок отыграю я, диджей Вики Скай. Time to Babs Show на Play TV. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Дима Торзок 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Here we go! 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorz Father ДимаTorzok 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...